Представьтесь, пожалуйста. Я Наталья Бритова, художник. Родилась в Владимире, а живу сейчас в Москве. Вот рада, что такая панорама московская. Это моя квартира, мастерская. Я сейчас был, смотрел ваши работы, они мне очень нравятся. Изумительные работы, они наполнены красотой, силой, духовной работой. Как долго вы работаете в среднем над каждой работой? По-разному. Один день. Бывает, что я в один день начинаю, а через 10 лет возвращаюсь на это же место в это же время. Должно быть или утро, или вечер, или дождь, или снег. В то же время в состоянии вернуться. Очень сложно. Но бывает, что переписываю каждую работу. Вот в ваших работах я не видел пейзажи Москвы. Хотя вот здесь изумительный пейзаж. Так же, как и Владимира. Я всегда уезжаю куда-нибудь подальше. Вот посмотрите, какой изумительный пейзаж. Москва видна практически вся с вашего балкона. Я люблю Москву, но уезжаю куда подальше. Чтобы свежий взгляд был, свежее восприятие. Ведь каждый кулик должен хвалить свое болото. А художник, рисуя, он как раз свое болото и хвалит. Нет, я пишу и Францию, и Германию, Голландию, и какие-то деревушки, Карелии, что-то такое. Острое восприятие должен, свежее восприятие. Когда мимо этого ходишь, эту красоту не замечаешь. О, удивительно. То есть вам нужно свежее впечатление? Да, свежая натура. Всегда нужна натура. Это удивительно. То есть, вот, допустим, Вермиер, вот я недавно видел, по-моему, потрясающий фильм о Вермиере, который получил Оскар, эта девушка с Сергой. Он, по-моему, писал всегда в мастерской. Вот вы работаете в мастерской? Я в мастерской вообще не пишу. Я в мастерской только делаю, подбираю рамочки, подписываю работы. А пишу все время на выход, на выезде. Вот когда пишешь, читаешь, как готовили холст древние мастержа, всегда они делали подмалевок, там, особенный, какой-то специальный. Вы как-то особенно готовите холст перед работой? Нет. Ну, я, как бы, доверяю тем грунтам, которые изготавляют наши российские производители. То есть, вы прямо пишите на готовом подробнике? Да. И рисунок делаю кистью, и потом пишу. Но в то время, когда я пишу, я ощущаю, как будто кто-то пишет мной. То есть, этот вид измененный, вид сознания. Вот даже экстрасенс меня видел, говорит, ты ничего не замечаешь, не отвечаешь, не реагируешь. То есть, какой-то измененный вид сознания. То есть, я чувствую, кто-то моей рукой пишет. Вот сейчас мы видели прекрасные работы в сербском посольстве. Ваши работы изумительные. И вы тоже в Сербии вот так теряли себя и уходили в Сербию? Да, писали. Или в горах стоя, или стоя на улице в сремских кармахцах. Все пишется в натуре. Или в снег, или в дождь. Я только на натуре пишу. То есть, вы слышите какой-то голос, как бы красок, да? Ну, почувствовать вот это место, и краски этого места, и вот чувства, которые я испытываю, находясь в этом месте. То ли дождь, то ли свет, то ли облака идут, небо. И надо очень быстро сконцентрироваться. И вот это вот быстрое концентрирование, реакция, вот дает что-то. Удивительно, удивительно. Вот моя жена тоже из Владимирской области. Родом из деревни, из-под Суздаля. И вся родня со стороны жены у меня из Владимира. И вот ваш отец великий, я считаю, Владимирский художник. Расскажите пару слов о вашем отце. Ну, Ким Бритов действительно очень большой художник, великий. Он знаменитый в России, и за рубежом, и в Америке, и во Франции. Ну, как бы вот его вклад в историю искусства. Это Владимирская школа живописи. Он один из основоположников, я считаю, основоположник. А Владимирская школа живописи отличается. Это школа живописи, это не то, что учебное заведение. Это три, вот, Бритовикин, Кокорин, как бы основоположника, и много последователей. Поэтому назвали Владимирская школа живописи. Пейзажи именно. А пейзаж у Владимира очень красивый, поэтому только пейзажисты могли там родиться. Они отличаются большой декоративностью. Это идет от иконописи, от мстера. Да, интенсивность цвета, я заметил. Интенсивность цвета, обратная перспектива. То есть локальные пятна, они трехмерные простанцы, переводят в двухмерные. И вот сталкивают этими пятнами, двухмерные простанцы на плоскости выстраивают. И как можно интенсивнее цвет выстраивают. Их называют еще русскими постимпрессионистами. Да, да, вы продолжатель художественной школы, но явно видно, что вы нашли и свой путь тоже. Да, я не хотела повторять путь отца, потому что всегда поменяли. Сравнивали, да. Мы два разных человека, и каждая своя душа, и свое видение мира. И то, что я училась в Москве 11-12 лет, у меня тоже наложило впечатление. В 1905-го года училище, и Суриковский институт, самое лучшее образование я получила в Москве. И, конечно, на меня наложило академическое образование. Но я совместила реалистическая московская школа и Владимирская. И вот в этом синтезе появилось вот мое искусство. Ну, большое вам спасибо. Давайте прощальный взгляд, потому что мороз все-таки сегодня кинем на замечательную нашу Москву. Изумительно. Спасибо вам за интервью. Спасибо.